Я не знаю, Сергей, почему у нас разные подходы. У меня такой же подход, как у других спикеров, которые были до меня. Я хочу представиться. Добрый день, меня зовут Игорь Котов. Я генеральный директор АМ-технологии, компании, в которой сегодня работают более 5000 сотрудников. И компания, которая дала последние три чемпионата чемпионов в сварочных технологиях. Дала и на AtomSkills, и на WorldSkills. Но хочу поговорить не об этом. Вы знаете, меня смущают две истории. И их я сегодня бы хотел с вами обсудить. Первая история – это как раз чемпионство. Медали, награды, чемпионы. Вы знаете, в этом зале наверняка сидят люди, которые хоть когда-то поднимались на ступеньку пьедестала. Ну, либо поднимутся в ближайшее время. Сегодня, или сегодня, по-моему, награждение, поэтому сегодня большинство из них поднимется. Но жизнь, обычная работа – это победа не в соревнованиях. Это победа над самим собой. Причем каждый день. Что такое сварка? Сварка – это ключевой процесс изготовления крупного оборудования. А для нас, для им технологии, это вообще основной технологический процесс. Приведу несколько примеров. Омская колонна, нефтеперерабатывающая. Два километра сварных швов. Только представьте. Парогенератор. Несколько проходов, десятки проходов, которые делают сварщиков. Сварщики уже у вас 17 километров сварных швов. Вдумайтесь, что такое 17 километров. Это 170 футбольных полей. Или вот просто ради интереса, я вчера замерил, из центра Екатеринбурга получилось ровно 17 километров до аэропорта Кольцова. Это сварной шов на одном изделии. 8 лет назад я пришел на ЗИУ Подольск генеральным директором. В мае месяце эта компания отметила столетие свое. Это уникальная компания, обладающая сумасшедшей квалификацией, сумасшедшими компетенциями. Мы участвовали в соревнованиях по сварке. Тогда еще WorldSkills не было, никто о нем не думал. Это были областные соревнования, это были дивизиональные соревнования. Наши сварщики ездили, выигрывали, после этого возвращались. Мы встречались с ними, пили чай, хвалили их. Это была такая дань традиции. Мы этим никогда не занимались ценно-направленно. У нас и так в этом плане все было хорошо. В 2015 году я перешел в АЭМ-технологии. Что такое АЭМ-технологии? На тот момент это 5 лет в составе АЭМ-технологии Петрозаводск-МАШ. И только-только АЭМ-технологии, который начинает интегрироваться в атомную отрасль. Достаточно корпусов, достаточно оборудования. Но случилось самое страшное. Не хватало компетенций. И основная компетенция, как я уже сказал, именно сварочная. И мы начали этим заниматься. Включены были все службы. Это были рабочие, это была техническая служба, снабженцы, HR. Надо было по-новой научить людей, надо было их обеспечить, надо было поднять им статус. А потом были первые соревнования. Атом скиллс, ворскиллс. Даже сейчас вспоминаю, горло перехватывает. Вы знаете, мы их выиграли. Но первые как-то мы даже не почувствовали вкуса. Выиграли и выиграли. Потом пришла вторая победа. Мы поняли, что надо уже соответствовать. Начали уже к этому готовиться, уже более основательно. Начали встречаться, обсуждать, что надо для того, чтобы победить в этих соревнованиях. Затем была третья победа. Три чемпиона. Не только Атом скиллса, но и вот скиллса. И это действительно была целенаправленная работа. Но она была не только для того, чтобы наши люди стали чемпионами. Изначально эта работа была сделана для того, чтобы мы могли заварить шов парогенератора с первого раза. А потом уже, как прилагательное, к этому пришла вот эта победа. Наша победа. Вы знаете, есть проблема. Если у чемпионов не появляется нового вызова, они тускнеют. Они теряются. Ну, представьте, вам 30 лет. Вы стали чемпионом вот скиллса. Получили денежную премию. Получили благодарственное письмо от дивизиона. Благодарственное письмо от госкорпорации. Вам много внимания от руководства. И иногда даже не отраслевого. Иногда даже так случается от руководства страны. Ну, у любого может случиться звездная болезнь в такой ситуации. И надо было реабилитировать наших сварщиков. Мы точно не были готовы их потерять. Ну, слава богу, у нас вызовов хватает. Они у нас каждый день. И вот один из таких вызовов – это вот эта замечательная колонна омская, о которой я уже говорил. Ну, представьте это оборудование. Это 57 метров длина, 14 метров диаметра, 400 тонн веса. Но самое сложное в ней не ее габариты. Самое сложное – это тонкая стенка. Все считают, что заварить сложно толстую стенку. Но это неправда. Тонкая стенка – это самое сложное для сварщика, что может быть на таких диаметрах. Плюс еще, конечно, там был другой метод контроля. Не наш, не обычный. Это был ТОФТ. Ну, и самое сложное, конечно, это итальянский лицензиар, который точно не хотел, чтобы мы участвовали в этой колонне. Который не хотел, чтобы ее локализовывали в России. И делал все, чтобы мы ее не заварили. В том числе вел только ручную сварку. Никакой автоматической. Вот туда мы своих чемпионов и отправили. И они еще раз доказали, что они реально чемпионы. Они ее заварили. Заодно расширили свой кугозор. Ну, и, конец-то, мы поняли, какие вызовы мы готовы им еще давать. Вторая история про кругозор я хочу рассказать. Она тоже личная история. Год назад я летел на Атамаш в самолете. Ну, читал газеты. Что-то не спалось. И прочитал одну новостную статью. Я сейчас не вспомню даже, какую. Я пытался вчера, правда, вспомнить по совету Сергея. Ну, я не могу ее вспомнить. Но какая-то очень важная статья. И она подразумевала, что ее знают все. На следующий день в обходе я шел с директорами, значит, ну, и решил с ними ее обсудить. К своему удивлению я выяснил, что мои директора газет не читают. Чуть копнули глубже, оказалось, что они не читают и книг. Нет, конечно, они умеют читать. Они, конечно же, читают. Но в основном это приказы, нормы, правила, техническую документацию. А на книги, на газеты у них времени не хватает. Они заняты слишком изготовлением оборудования. Тогда мы создали читальный клуб. Раз в месяц мы выбираем книгу. Ну, изначально я выбирал книгу, теперь мы ее выбираем уже вместе. Мы ее читаем и потом обсуждаем. Первая книга была Google. Смеяться было неудобно мне, поэтому я молча слушал их. Но выводы, которые были из этой книги, они, конечно, были удивительны. Я бы никогда таких выводов не сделал. Сейчас мы читаем Саппинс. Это уже не бизнес-книга, это уже книга американского гарвардского профессора о развитии человечества. Ну, не знаю, вот как раз у нас в конце июня будет встреча, мы будем ее обсуждать. Послушаем, какие выводы сделают из этого мои коллеги. Но самый интересный случай был не про это. Понятно, что есть книги, которые мы читаем вместе, но люди же читают еще, они начали, они втянулись. И вот однажды один из директоров, я не буду называть его должность, но это действительно директор, высокопоставленный в нашей компании, менеджер, подошел ко мне и такой странный вопрос мне задал, после которого, конечно, я напрягся и потом долгую беседу с директором по качеству проводил. Он мне сказал, Игорь Вадимович, а зачем мы делаем оборудование со сроком службы 60-100 лет? Ну вот через 9 лет солнечной энергетики хватит на весь мир, а через 26 лет планета превратится в один сплошной компьютер. И понимаете, эти прогнозы, это прогнозы же не фантаста какого-то, это прогнозы Рацвилла, это технический директор Google, это человек, который предсказал в принципе Wi-Fi, человек, который предсказал голосовое управление и многие другие вещи, которые сбылись. Я не знаю, если честно, как будет выглядеть и машиностроение, и вообще в целом планеты через 26 лет, но я точно уверен, что все будет совсем по-другому. Сегодня уже завод – это сложная технологическая платформа. Мы сегодня уже рисуем РКД в 3D моделях. Мы сегодня уже планируем, наши планы строим в плане Simulation на горизонте, практически на любом горизонте, где есть заказы. Мы сегодня составим цифровые новойники как оборудования, так и производства. И, соответственно, из этого делаем планы на необходимость модернизации. И это еще один вызов, который стоит перед нашими ИТР-сварщиками. Потому что сегодня сварка – это уже более сложные роботизированные комплексы, и их надо внедрять, их надо находить, их надо применять, их надо аттестовывать. И без них мы в этой задаче точно не справимся. В 2018 году мы создали центр. Центр сварочных компетенций. Многие чемпионы и наши эксперты работают в этом центре. И задачи перед этим центром действительно стоят обширные. Это не только вырастить еще одного чемпиона. Это именно задача по внедрению и по развитию, да и вообще, в принципе, можно сказать, по созданию профессии атомный сварщик будущего. Это очень сложная задача. Ее надо формировать, ее надо создавать. Я почти уверен, что пройдет какой-то короткий период времени, и требования к сварщику будущего будут стократно усилены. Возможно, это даже будет, не знаю, потребуется какое-то высшее образование для этого. Перед Русатом сегодня стоят неординарные задачи. Перед машиностроительным дивизионом, предъявляем технологии, эти задачи… Нет того слова, которое можно было бы сказать с этой сцены. Это действительно что-то новое, необычное. Мы растем просто кратно, из года в год мы растем кратно. Это дорожная карта, которая у нас есть, ее надо выполнить. И мы точно понимаем, что эту карту мы не выполним без молодежи, без талантов, без вас, без ЭТР, которые будут талантливые. В Русатоме для этого есть все. Мы точно поможем вам раскрыть ваши таланты, поможем вам выучиться, направим туда, где вам будет интересно. Но в ответ, конечно, хотим, чтобы от вас было желание, но и адекватность. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова